Микс Ньюс. Сегодня в нашей студии председатель комиссии по образованию, культуре и науке Арвилс Ашарденс. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с хороших новостей. Вот в этом году, как прошла новость, было зарегистрировано самое большое за последнее время количество желающих учиться в вузах Латвии. И это количество было самым большим даже, по-моему, с 2013 года. Вот как Вы объясняете, может быть, Ваша точка зрения, почему так неожиданно вырос интерес к обучению, такое большое количество абитуриентов? Ну, наверное, это неожиданно, потому что, если таких больших линий говорить, все общество движется в направлении общества знаний. И мы видим такие два, можно сказать, два параллельных вопроса. Мы видим огромнейшее количество взрослых, которые уже закончили вузы и школы и так далее, поступают на разного рода программы обучения. Это одно, мы видим, когда это тысячи людей, которые учатся в разных, и это поддерживается государственными программами. И второе, мы видим, что поток вузы растет, ибо на сегодняшний день у тебя есть знания, и ты, скажем, пригоден на рабочем рынке, или тебе нет знаний, и, к сожалению, у тебя большие проблемы с занятостью. Хотя есть и другая точка зрения. Некоторые считают, что молодежь скептически относилась к обучению вузам, считая, что там слишком отстает академическая наука от быстро меняющегося мира, что сами преподаватели, они живут еще старыми какими-то понятиями, а мир уже меняется. Это немножко другая дискуссия, другая деменция этой дискуссии. Если мы говорим о системе образования, латвийская система, она есть, но говорить о выдающей системе образования, нам еще не пора, надо еще много чего сделать. Вот как раз мы переходим к реформе высшего образования, и действительно, вы как раз-таки работаете над законопроектом, и не всем он нравится, и вызывает большие дискуссии, кто-то категорически его отрицает. Если говорить о том, что многие обвиняют, что это ударит по самостоятельности вузов, то есть еще со времен средних веков университеты гордились тем, что они автономные, самостоятельные, ни от кого не зависят. И вот говорят, вот теперь пришел конец, вот Аугстага с изглитой беспадомой будет ликвидирована. Ну, вы хорошо начали, что в средних веках уже, хочу сказать, что времена поменялись. Вопрос, да, вопрос о том, как интерпретировать автономность. Или, то есть, автономность не должна быть, то есть, ну, безответственности, то есть, высшие школы должны отвечать перед обществом и отчитываться перед обществом. Я не хочу сказать, ну, наверное, правильное слово было бы отчитываться перед обществом, что и как и почему. И, конечно, мы видим, что, то есть, обстоятельства, то есть, которые, ну, скажем, ситуации в мире, экономики и так далее, меняются очень быстро. И университеты, как системы должны этому тоже, ну, как сказать, создать механизм, который дает им возможность тоже меняться так же быстро и приспособляться к этой ситуации. И это, то есть, это главная дискуссия в этом. И центральный вопрос здесь в том, что на сегодняшний день главным органом управления является такой коллектив университета или сотрудничество САПОЛЦ, да, собрание, можно конституциональное собрание, можно так перевести. И это замещается новым, то есть, по предложению Министерства образования, это заменяется новым органом, это совет университета, да. И в этом совете будут представители общества и будут представители университета, да. И на сегодняшний день это кажется намного динамичным органом, чем это собрание коллектива работающих университетов. Вы, в принципе, это уже решенный вопрос или здесь еще продолжаются дискуссии? Ну, дискуссий здесь очень много. Во-первых, парламент поддержал инициативу Министерства в первом чтении, но, конечно, в втором чтении это тоже немножко удивило меня, как председателя комиссии. Мы получили более чем 300 предложений, это даже больше, чем предложений в региональной реформе. Ну, так что это значит в том, что этот законопроект недостаточно дискутирован в обществе и до сих пор есть разные мнения, как эту ситуацию решать. Я бы хотел сказать, что здесь нет, ну, скажем так, нет сомнений, что реформа созрела, ситуацию надо менять, университеты должны стать более динамичными, мы хотим видеть их международно конкурентоспособными, мы видим, что это можно сделать. Например, эстонцы, если мы говорим о международных рейтингах, эстонские университеты, тартовские, уже сейчас итальянские университеты поступают на, мы видим, что они находятся в градации 300, ну, группа 300 университетов. Наши университеты группы 900 тысяч, можно сказать, их нет на горизонте. Маленькие страны это могут, эстония, Литва могла, ну, сейчас черед наш, мы должны это сделать и будем говорить о том, как эта реформа, как ее наиболее эффективно произвести, чтобы эти организации могли, университеты как-то могли достичь такие высокие цели. Еще один вопрос, который очень волнует, я понимаю, многих и преподавателей, и руководства университетов, это оптимизация, которая, ну, является как бы синонимом все-таки уплотнения, укрупнения университетов, и я знаю, что вы приводили пример, что в Скандинавии на один миллион жителей приходится три университета, у нас в Латвии 21 вуз и академия. В общем количестве 56 учреждений высшего образования. Да, и вот здесь, вот эта вот образовательная реформа высшего образования, она приведет все-таки к тому, что каким-то вузам, каким-то университетам придется потерять свой статус? Ну, я бы не сказал университетам, но вузам я думаю, что да, и я бы хотел сказать, ну, знаете, все развивается таким циклическим, я хочу сказать, что в этом цикле я думаю, что, ну, скажем так, более качественное, но, наверное, меньше, да, это будет такая формула, это будет правильная формула, как подойти к этой ситуации. Об этом и говорит министерство, что мы должны создать платформу для консолидации вузов, чтобы создать более конкретно способные программы для наших студентов. Ну, вот мы вчера как раз говорили с главой профсоюза работников образования и науки Инги Иванага, и она очень осторожно говорила о том, что, ну, вот ей немножко кажется неправильным подход по числам, чтобы если в университете меньше 4000 учащихся, он может потерять этот статус. Она, ну, как бы, говорила, что ей казалось все-таки, что больше было бы, правильнее было бы критерий качества образования, а не просто количества обучающихся. Мне это две стороны. Во-первых, она абсолютно права, конечно, вопрос качества фундаментальный. И второе, что исходило министерство из, когда вырисовывался этот, скажем, количественный критерий, чтобы создать на международной арене определенный объем публикации, публикации в международных, то есть в научных журналах. Просто должно быть объем профессоров, преподавателей, ну, академического, скажем, академических работников, да. И для маленьких вузов это будет просто проблема, да. Мы видим, что такая мировая тенденция идет на консолидации в вузах, чтобы для вуза как такового было на более ресурсов, чтобы развивать разные программы, финансировать научную работу и так далее. Но я хочу сказать, первое, это качественные критерии, да, то есть международная признанная научная работа, это количественные критерии второстепенные, и я не вижу в этом какие-то большие проблемы. Каким все-таки вузам стоит задуматься, ну, то есть бояться того, что их статус будет потерян? Центральный вопрос – это качественная наука. То есть это все… Я не знаю, что, навряд ли это самый сейчас такой болезненный вопрос. Во-первых, мы должны выставить, мы должны создать эффективную систему управления, которая дает возможность вузам быстро меняться и приспосабляться, скажем, переменам внешней среды. И создать программы для тех, которые нужны для, скажем, развития, национального развития. И это основной, центральный вопрос. Будет ли, скажем, вуз, столько три или четыре вузов, ну, это не вопрос повестки дня. Например, преподаватель в вузах работает в трех-четырех местах. Ну, давайте, бусы не будут работать в одном месте, но будет побольше вуз, да? Ну, это тоже как-то странно. Там профессор бегает от одного университета, он с утра там, после обеда там, вечером еще в третьем месте. Так, это тоже, я бы сказал, нечестная игра, да? Так что это не самый важный вопрос консолидации. Сегодня вопрос, чтобы мы шли создавать выдающиеся школы. Вопрос о региональных учебных, высших учебных заведениях. Не ударит ли это по ним? Потому что, опять-таки, вот мы когда говорили с Ингой Вангой, она высказывала опасения, что для многих студентов из регионов тяжело учиться, ну, финансово в Риге. Это переезд, это дополнительные расходы, и все-таки учиться по месту проживания им гораздо проще и удобнее. Здесь две части вопроса. Во-первых, вузы в регионах очень важны. Мы видим, что мы сейчас идем на создание, то есть идет период региональной реформы, мы видим более эффективные регионы, и мы видим, что, скажем, для один из центральных пунктов развития региона это университет. Либо он был в Дагаупилсе, либо он был в Лепае. Не университет, это виши учебные заведения, скажем так. Лепае, Венспилсе, Елгаве, Резекне, или Дагаупилсе. Очень важно для этих высших учебных заведений концентрироваться на развитии местного общества. Это очень важно. Это развитие от... Если университеты, большие университеты, они должны конкурировать на международной арене, например, латвийские университеты должны конкурировать с стонскими, датскими, скандинавскими и так далее, то здесь задача местным вузам абсолютно другая. Дагаупилский университет или Резекне, она должна развивать местное латвийское общество. Это важно, очень этот фокус, очень важный этот фокус. И об этом будем очень много говорить. Поскольку мы видим, что, например, Дагаупилский университет, она очень мало концентрировается на развитии Латвии. И мы видим, что Латвии экономические отстают. Там два вуза. Мы должны видеть там бурное развитие. Или это было связано с компьютерными науками, или связано с практическими знаниями для тех общества, которые там живут, для развития, модели развития. Да, моделировать или это транспорт, или это какие-то другие роды вещи. Университет – это универсум, это универсальное развитие. Конечно, очень хорошо, например, Дагаупилский, что мы развили биологию. Мы очень хорошо знаем, имеем знание о жуках, например, Дагаупилский. Это такой господин Боришевский развил, это очень важно. И это большое качественное, скажем, развитие науки. Но помогает ли это Латгалии, не знаю, это большой вопрос. И университет должен выстроить стратегию, что мы помогаем здесь местному обществу. Это перенос знаний не только на студентов, это перенос знаний на общество, и перенос знаний на экономику в целом. И это ответственность вуза. И вот этот фокус хотим поменять очень. И здесь нечего беспокоиться. В Лепае очень важно этот город, который сейчас бурно развивается экономически, и сам, скажем, мэр города и совет города говорит о том, что они хотят более активное участие Лепаевского университета в развитии города как такового. Лепаевский университет больше себя видит как педагогический вуз. Навряд ли это правильная стратегия. Лепаевский вуз должен думать о том, как помогать тем экономическим, скажем, тенденциям, которые развиваются, и думать о экономике в будущем, помогать обществу развиваться. Но здесь немножко стратегия другая. Так что я думаю, что Венспилс делает очень правильно. Здесь идет сотрудничество с городом, то есть управлением города, и университетам, вузам, да, и мы видим, что это помогает развитию новым, скажем, отраслям экономики, модерным, современным отраслям экономики, и мы видим, что там очень качественная докторантура и так далее. Так что есть и очень правильные шаги. Здесь нечего беспокоиться. Вопрос, главное, это фокус развития, да, и быть современным, и быть не в волне, не университету, не бежать за происшествиями, а быть впереди ими, да, и развивать профессии будущего. Не помогут ли здесь как раз вот Аугстагас изглеты и беспадомы, которые должны, ну вот я понимаю, по вашему замыслу, давать такую связь с обществом? Скажем так, это, по-моему, в законопроекте, если мы говорим, там три части, то есть классификации вузов, да, то есть кто что должен делать. Второй вопрос, как лучше управлять вузами, да, модель управления вузами. Третья часть, это совет высшего образования. Ну, мне кажется, со стороны правительства, это самая непридуманная часть законопроекта. Просто закрыть и все, баста. Я думаю, что в нынешнем, скажем, положении, как совет, он неэффективен и не помогает развитию. Если мы подумаем о других советах, которые тоже небольшие, но очень эффективные, например, фискальные советы, да, это одна из фундаментальных, скажем, систем работы, государственной финансовой системы, где она, она работает как такой контрольный механизм, да, то есть на сегодняшний день совет высшего образования, он такого рода профсоюз, можно сказать. Там представители всех вузов, они говорят, нам надо это, первое, третье, четвертое, десятое. Если мы создадим, если нам издастся создать совет, который делает оценку государственных программ, да, и говорит, что, и делает этот анализ контекст, скажем, регионально, я думаю, здесь северной Европы, европейского развития, мирового развития, говорит, маленькая Латвия должна делать такие, такие саги, то, что поделает правительство, это приведет тому, 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 третьему. Это, если можно сказать, организация, которая бы оценила, то есть, политику и, скажем, делала такое, ну, то есть, ну, можно сказать, давала совет правительству, что происходит в системе высшего образования, и ей была международная экспертиза доступна, я думаю, что это было очень, пошло бы на благо развития общества и системы высшего образования как такового. Ну, вот начнутся занятия, этот год закончился очень, ну, необычно для всех, и для преподавателей, и для студентов из-за COVID-19. Какие прогнозы, если вот не ожидается ли, если вторая волна заболевания, вот насколько это может осложнить начало учебного года? Ну, начнем с того, что это не вопрос к политикам, это вопрос уже... Министерство образования? Ну, уже не Министерство здравоохранения, а экспертом по этому типу заболеваний. Хочу сказать, что если смотреть ситуации в Европе, я очень настороженно смотрю на ситуацию, мы видим, что есть прирост заболеваний, и не надо далеко от этого, не надо далеко нам искать не только от Испании, или Англии, или Германии, тоже рядом, мы видим, Эстония и Литва тоже прирост, Польша уже на грани, я думаю, что мы можем прийти к ситуации, что будет... Мы возвращаемся к такой ситуации, какая была весне, так что у нас планируется 12 августа создание комиссии, где мы будем анализировать то, что... о том, какая информация у инфактологов, какие у них прогнозы, и, конечно, будем говорить о том, как вся система, не только вузы, но вся система образования подготовлена к этой ситуации. Я думаю, что основной принцип, что будем идти в период, скажем, в том, что школы будут открываться, скажем, первого до шестого класса обязательно, остальные классы, я думаю, что будет тщательно производиться анализ, как, скажем, организовать работу в школах, например, часть школ, уже средняя школа говорит о том, что будет часть недели, приходить ребята, скажем, половина школы, вторая часть, другая половина школы, как организовать питание, как организовать перемены, то есть старбридцы. Да, перемены, но это перемены, да. Да, перемены, да. Как организовать это? Но для вузов, конечно, первых, вузы, если мы идем к сегменту вузов, вузы, вузы наиболее подготовлены так называемому отдаленному процессу образования, да, то есть есть разного рода системы, и когда предподаватели через, скажем, современные системы, то есть предподают через, это можно видеть, через разное программное обеспечение, здесь есть, доступно, но, то есть я хочу сказать, что для всей системы, система должна работать таким образом, пока нет таких сигналов, что есть опасность, учреждения, образования должны работать, если есть какой-то минимальный риск, скажем, инфекции, должна школа быть, и любая институция должна быть реально готова к переходу на отдаленный процесс обучения. Конечно, это очень сложно, это в всем мире, и это миллионное количество ребят, которые не, 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 то есть, ну, как сказать, не на месте учатся отдаленно, и я вижу, это, во-первых, огромнейшая проблема в профессиональном образовании, да, где ты реально должен потрогать материал, реально пощупать его, реально мастера учиться, да, и это высшим образованием, то, что очень сложно, например, доктор, да, ну, подумайте сами, ну, вот, доктор, как вы учились у пациента или отдаленно, да, ну, наверное, мы должны понимать, что каждый должен хирург пощупать, то есть, этот материал, и нитку, или скальпель, и, скажем, место операции и так далее, так что это очень сложная ситуация, я хочу сказать, что будем очень осторожно шаг за шагом идти вперед, но подготовим систему в том, что может быть и вторая волна. Я напоминаю нашим слушателям, председатель комиссии по образованию, культуре и науке Арвил Сашарденс сегодня в нашей студии, 6212-93-9, 6213-93-9, пишите нам на WhatsApp, задавайте вопросы 2-3-0-6-1-9-1, вы можете это сделать в любой момент. Ну, и вот еще одна из проблем, кстати, которая ударила COVID-19 по студентам, которые учились на платных местах, но при этом подрабатывали, потому что, ну, мне кажется, что большинство студентов как раз работает вот в пострадавших сферах, это туризма, гостиницы, рестораны, кафе, ну, вот, или официантами, или... Вот, если вдруг возникнет такая ситуация, что многие студенты не смогут платить за обучение, вот, в результате этих ограничений, убытка, насколько здесь может быть какая-то помощь со стороны государства, или какие-то отложенные возможности взять или кредит, или отложить эти платежи? Да, этот вопрос, можно сказать, вышел на повестку дня уже в первой вводе COVID-19. То есть, как ответ или как решение было, ну, как... Да, можно сказать, если помните, была такая программа «Столатников», если помните, была, да, 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 это... Ну, то есть, мне удалось Министерству благосостояния создать, можно сказать, есть какие-то параллели к этому, то есть, есть возможность использовать европейские фонды до трех тысяч студентов подрабатывать в университетах, да, то есть, есть возможность у студента, то есть, у университета, он может или какие-то небольшие работы, например, привезти в порядок лаборатории, что-нибудь в архивах, или какие-то научные работы и так далее, что университет, это уже вопрос университета, как решить, но для учреждения высшего образования есть доступно такое количество стипендий, и студенты могут получать, если я не ошибаюсь, до 200 евро такой стипендий, по-моему, за четыре часа работы и так далее. Это не большая помощь, но есть какой-то минимум. Второе, конечно, сейчас начинается новая система финансирования студентов, немножко, ну, тормозится вопрос между, скажем, банками, как, кто что будет делать уже, ну, а Светбанк уже начинает переговоры с студентами о выдаче кредитов обучения и так далее. Это второй блок, и, конечно, в этой ситуации будем, если будут какие-то фундаментальные проблемы, можем и дискутировать о том, что отложенные платежи, поскольку основным гарантом этой программы является государство и государственный банк Altum. И третье, конечно, это уже такого более, такой немножко долгосрочный вопрос, это вообще дискуссия о том, как доступно высшее образование в Латвии, да. И если мы говорим, что, если мы говорим, основной ценденцией развития Центральной Европы, это образование в основном происходит, ну, то есть система организована так, что она бесплатна для студентов, да. И в Эстонии тоже, например, эстонские студенты учатся бесплатно, они не платят за образование, это бесплатно. То есть тут другой фокус, это насколько ты качественно, как ты работаешь как студент, насколько ты себя вкладываешь, не о том, может ли заплатить или нет за эту программу. Это уже другой вопрос, это вообще мы выходим на вопрос финансирования вузов и системы как таковой высшего образования, но будем дискутировать о том, что, скажем, как минимум мы должны выделять не только стипендии как таковые, но должны выделять как минимум и социальные стипендии, да. Будет часть жителей, если мы говорим, что одна третья часть общества живет под уровнем, скажем, бедности, мы должны понять, что если будет молодежь, которая не может заплатить за учебу, и мы видим, что большая часть, скажем, учащихся, например, на уровне бакалавра работает, но это неправильно, да. Студент два или три года, который находится в вузе, он должен учиться, не мыть посуду или так далее. Это нормально, когда летом подрабатывается или какие-то есть свободные времена, да, это хорошо, но в основном студент должен это время произвести, то есть он должен быть эффективным, он должен читать тексты, он должен дебатировать, учиться, подготавливать себя, использовать возможность встречи с профессорами, задавать вопросы и так далее, да. Так что работа и учеба – это не самый лучший сценарий. Вот вы заговорили о работе студентов, студентов, и вот такой вопрос с иностранными студентами. С одной стороны, многие высказывали опасения, что это какая-то форма, используется как форма нелегальной миграции, что замечали, что молодые люди, которые приезжали для того, чтобы учиться в Латвии, в основном работали даже на полную рабочую ставку и не посещали занятия. Но с другой стороны, вот это вопрос частных вузов, которые сейчас жалуются на то, что они могут потерять студентов, поскольку не все могут учиться только на государственном языке, латышском языке. Таким образом были программы, которые позволяли получать студентов из стран Востока, что позволяло им, в принципе, неплохо существовать. Вот как, ну здесь, я понимаю, тоже две стороны этого вопроса, но вопрос очень такой серьезный. Это сложный, но очень важный вопрос для системы высшего образования. В связи с демографией Латвии, конечно, количество студентов сокращается, и часть международных студентов, то есть международные студенты очень важны. Где-то в общем количестве у нас где-то 80 тысяч студентов и 12 тысяч иностранных студентов из них. И здесь, во-первых, вопрос, ну это, как сказать, это панорама очень такая пестрая, можно сказать. С одной стороны, например, если мы говорим об университете Страденша, где происходит обучение на медицинской, основном это медицинские программы, обучение на врачей и так далее, мы можем говорить о очень высоком качестве студентов, которые приезжают обучаться, и программах высококачественных. И они уже, как сказать, можно уже, ну это одна из вузов, которая имеет, можно сказать, международное качество, и она, можно сказать, знаменитая за границами Латвии. И есть, конечно, вузы, основная часть колледжей, которые, ну, можно сказать, относятся к этому вопросу отбора студентов, ну так, ну так себе, можно сказать. Сейчас это, можно сказать, одно, частично, можно сказать, это стал вопрос и государственной безопасности. И здесь мед, очень, можно сказать, такой, ну, инвестирует большие ресурсы, во-первых, установлено строгий отбор студентов, да, то есть система, как они отбираются, как они экзаменируются, ну, например, вопрос, ну, на каком уровне студент, например, знает английский язык, на котором предпадается, да. И, ну, мы сами просматривали бывали ситуации, что, ну, скажем так, на формальный экзамен, который так создает, то есть он сдается отдаленно, приходит одна персона, например, в посольство переходит другая персона, да, и так что там очень разные эти ситуации. Но, то есть, немножко сократить это, над этим работает, это очень строго монетируется, да, идет такой мониторинг над этим, и здесь это вопрос и парламент о том, какие нормы мы вводим. И, конечно, если мы говорим такой долгосрочной перспективы, для нас очень важно, чтобы мы не стали государством, которое просто продает дипломы, но государство, которое продает качественно высшее образование, да. Это, так, фокальный вопрос в этом, и здесь очень много разных сложных вопросов в этом. Еще раз нашим слушателям я напоминаю, что в нашей студии председатель комиссии по образованию, культуре и науке Арвилс Ашерденс, и вот у нас спрашивают слушатели, вот пока по СМС, Виталий вот спрашивает, можно ли обеспечить все русские школы качественными учителями по латышскому языку? Вопрос учителей, можно сказать, сложный не только в русских школах и латышских школах, это вопрос, скажем, заработной платы, во-первых, во-вторых, во-вторых, это эффективизация, скажем, количества и системы школ таковых, которая бы дала возможность быстрее пойти вперед, то есть заработная плата учителей, мы видим это такой тоже нерешенный вопрос на сегодняшний день. Но насчет образования учителей, очень интересная программа, которая первый раз в этом году заработала, это программа, не стандартная программа обучения, которая поступает на вуз, учишься на учителя и поступаешь в школу, работать в школу, но это программа для, можно сказать, для взрослых, которые уже имеют образование, это одногодовая программа, в которой ты имеешь какую-то профессию, но ты хочешь работать в школе, то есть поступаешь в университет, Тебя обучает эта профессиональная программа, которая тебе через год обучения дает возможность стать учителем и работать учителем. Мы видим, что запрос огромнейший. Сейчас первый такой пилотный проект был на 100 мест. Говорил с профессорами университета, запрос превышает все надежды. Я думаю, что это дает надежду, что если мы будем работать в этом направлении, через год-два-три удастся решить проблему учителей. Основное самое тяжелое это учителей по латышскому языку. И конечно мы видим, что огромнейшая проблема, если говорим о своей системе, это учители по физике, по математике, всем так называемым профессиям STEM. Ну и вот еще один вопрос, он был связан. А, вот спрашивает наш слушатель, можно ли организовать так, чтобы студенты могли подрабатывать по профилю обучения, а не мыть посуду где-то. Но вот я не знаю, насколько может ли уже студент. Как я уже сказал, студент должен учиться. Это основное. Мы как родители, как политики и все общества, как-то мы должны создать всем, что все-таки, если ты пришел в вуз, и если ты, скажем, у тебя есть цель учиться, то мы должны способствовать этому. И студент должен быть студентом. Это время должно очень эффективно использоваться и так далее. Второе, если есть эта ситуация, что студент хочет работать, я думаю, что мы должны смотреть, это правильный вопрос, мы должны смотреть, во-первых, если какие-то работы в академической среде, да, это очень важно, чтобы близких знаний студент был, или это библиотек, или какие-то научные работы, или помогать тем, которые занимаются в лабораториях и так далее. Конечно, ну самое благоприятное было, то есть, чтобы, конечно, студенты могли бы работать в той среде, в которой они обучаются. Например, если это компьютерные науки, чтобы он уже начал уже первых дней какие-то элементарные процедуры программирования, или работал в этой системе, которая занимается этими технологиями. В медицине то же самое, чтобы понять систему, быть ближе, понять, как работает пациент, как работает эта система социальная и так далее. Так что ответ, да, правильно, и, конечно, лучше, чем ближе к этой будущей профессии, ближе к вузу, да, но основной неправильный студент работает. Студенты, которые вот заканчивают, например, получают образование и уезжают дальше уже работать в Европу или в другие страны, неважно. Вот, по-моему, был уже прецедент, когда, по-моему, чуть ли не потребовали вернуть деньги за обучение у студента, который, закончив образование, уехал работать в одной из стран Европы. Это, по-моему, как раз-таки он учился на медика, на врача. Вот насколько это все-таки вот утекание мозгов, есть ли возможность удержать и какие-то рычаги влияния, потому что я помню прекрасно советскую еще практику, когда назывался человек молодой специалист. Три года ты должен отработать туда, куда тебя пошлют, и это ты отрабатываешь бесплатное образование. Ну, наверное, не те времена, и я не думаю, например, мы хотели бы поехать, не знаю, скажем, куда-то небольшой город, встретиться с врачом и спросить у него, ты как по направлению или сам приехал, да. Конечно, это вопрос мотивации человека, не в том, что мы можем отослать его, скажем, по наряду, чтобы он поехал туда и туда работать. Но есть другие механизмы, которые начинают постепенно, шаг за шагом работать. Например, если студент делал госзайм для обучения, получил кредит, на сегодняшний день уже есть программы, которые, например, списывают этот кредит, если ты работаешь определенное время в государственном секторе, да. То есть мы идем в этом направлении, я думаю, что это будет больше и больше, и мы шаг за шагом должны продвигаться вообще-то вперед в том, чтобы образование было в Латвии бесплатно, да. И не только для латвийских студентов, и для студентов, которые приезжали сюда. Но вот слушатель достаточно резко тут тоже высказывает мнение, говорит, что плохое преподавание, ну, может быть, не хотят обучать русских жителей качественно латышскому языку в школах. Даже вот такую теорию заговора приводит. Насколько эта ситуация в русских школах с преподаванием латышского языка критическая? Ну, не согласен постановкой вопроса, что это заговор. Это, ну, шаг за шагом меняется эта система. Есть какие-то определенные такие, ну, можно сказать, стереотипы в головах у учителей. Ну, например, ну, скажем, учители латышского происхождения, можно сказать, не особенно стараются идти в русские школы или обратно. Ну, ну, это с так же шагом, то есть, эта система меняется. И то, что у нас на повестке на парламенте, это вопрос о том, как, скажем, более и более монетировать, то есть, ну... Монетизировать, да. Монетизировать, то есть, сделать монетизировать за качеством образования, да, и то есть, и не только, чтобы, то есть, мы должны смотреть, чтобы, ну, скажем так, основным правом жителей Латвии должно быть не только право на образование, но право на качественное образование, да. И мы сейчас более и более говорим, что является частью качества этого образования и как это должно осуществляться, да, и как мы наблюдаем за этим, контролируем это качественное образование. И, конечно, эта система должна ответить на этот вопрос, который был задан, и ситуация с этим не на самом лучшем... Это не самое лучшее состояние, которое на сегодняшний день является. Это, я думаю, что это вопрос и, то есть, перемена уже... Многие учителя уже, они по возрасту уже не... Для них очень трудно поменять себя, то есть, поменяться, чтобы преподавать и на латышском, и на русском. Нужен приток новых учителей. Ну, над этим работаем, но это займет время, и я должен извиняться перед теми, которые не получили образование на необходимом качестве. Совсем уже у нас осталось мало времени. Вот хотелось затронуть и вопрос ослабления ограничений на культурные мероприятия, вот сейчас, которые начались с августа. Вот как найти этот баланс? С одной стороны, я понимаю, что люди устали, может быть, ну вот жить без культурной жизни, когда нет концертов, каких-то интересных мероприятий. Но, с другой стороны, мы все видим, что как только начинается послабление, это вызывает риск новой волны увеличения заболеваний. Вот как найти этот баланс, и насколько сейчас вот эта ситуация? Во-первых, я смотрю с того, что нормальное функционирование культурного процесса очень важно для функционирования общества как таковое. И мы должны идти в театры, мы должны идти на концерты, мы должны, не знаю, то есть мы должны активно участвовать в этом процессе. Если мы отключаемся от этого процесса, мы уже не функционируем нормально как общество. Здесь очень много бурных дискуссий, которых, может быть, она не видна на поверхности. Это, например, ограничения в театрах, сколько, как можно посадить людей. Первое было такое формальное ограничение, 2 метра и все. Тогда мы видели, что там, ну, то есть зрители в зале было где-то, то есть заполнение мест было 10-15%. Сейчас это новые рекомендации, которые, то есть сейчас, чтобы это ограничение на 1 метр, это намного улучшило ситуацию, заполнение зала где-то на 40, даже и 60%, если доступно одно, так сказать, одно домохозяйство. И посмотрим, как люди будут реагировать на то, что надо регистрировать, то есть телефонный номер, все координаты и так далее, идентифицировать себя как зрителя, чтобы найти, если какой-то ситуации. Если общество будет, пойдет на это сотрудничество, я думаю, что все будет хорошо. И если смотреть этим программным обеспечением остановить ковид, то есть телефонное программное обеспечение, это очень важно тоже. Я думаю, что мы можем думать о том, что культурная система, система культурная заработает и к концу года, если, не дай бог, будут какие-то усиления кризиса, я думаю, что система заработает нормально. Ожидать ли каких-то возможных, я понимаю, что многие мероприятия, они зависят от все-таки приезжих музыкантов из-за рубежа, каких-то больших турне, то есть я понимаю, что все эти мероприятия, которые касаются гастролей, они зависят не от нас, и здесь пока никаких… Ну, здесь очень, то есть мы наблюдаем, как развивается ситуация в разных странах, мы видим, что, как я уже говорил, очень, ну, не самое лучшее направление развивается ситуация, например, та же Испания, Англия, Польша сейчас. Мы видим, что очень осторожно смотрим, как будет развиваться эта ситуация, будет ли, как будет система транзитная, то есть процесс транзита и доступа. Ну, мы видим, что, то есть список стран, из которых приезжают люди, люди должны находиться, скажем, ну, в 14 дней, но и карантин не растет. Вот, и если мы говорим о развитии COVID-19 в Латвии, то есть в основном это не местный, то есть COVID-19, но привизионный COVID-19, так что будем смотреть. Потому что ситуация идет в самом лучшем направлении, здесь мы не видим таких позитивных знаков. Я думаю, что то, что мы должны смотреть, очень тщательно следить ситуацию, как развивается, то есть этими, как называется, инъекцией. А, да, да, вакцина. Вакцина, да, основной вопрос вакцины, конечно, мы видим, что уже первый признак есть, я думаю, что февраль-март она должна быть и в Латвии. Потому что есть мероприятия, которые привлекают, наоборот, зрителей из-за рубежа, вот, например, там фестиваль Рига Юрмала, куда очень много приезжало туристов специально на этот фестиваль, и сейчас это тоже, ну вот, получается, что экономически невыгодно, если невозможно приехать с людям из-за рубежа. Ну, в фестивале мы пока не видим, что, я думаю, что только мы можем говорить о маленьких, то есть мы можем говорить о зрительных залах и неполном заполнении залов, так что, чечительном заполнении залов. Ну что же, на самом деле, вот у нас, к сожалению, время завершилось. Большое спасибо, говорим, мы председатель комиссии по образованию, культуре и науке Арвил Сашарден сегодня был у нас в студии. Спасибо вам. Спасибо за приглашение, спасибо.